Политические пристрастия москвичей зависят от места их жительства. Оказывается, в Москве есть оппозиционные районы. На общегородские результаты выборов по отдельности они влияют не так заметно. Но если объединить их в один избирательный округ, то может случиться локальное торжество оппозиции. Территория 14 округа на самом деле это и есть самая оппозиционная часть Москвы. И у меня даже складывается такое впечатление, что когда при нарезке определяли границы этого округа, ну как будто специально создали такой округ, где самые низкие показатели «Единой России» по результатам прошлых выборов, и где одновременно самые высокие показатели голосования за КПРФ и самые высокие показатели за «Яблоко». В этом году 14 округ объединяет пять районов Юго-Запада – Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский и Черемышки, а также три западных района – Драгомилово, Проспект Вернадского, Раменки. На предыдущих выборов в Мосгордуму эти районы уже считались проблемными для партии власти. В Гагаринском и Ломоносовском, например, большинство голосов тогда досталось кандидату от КПРФ. В этом году география избирательных округов в Москве несколько изменилась и не в лучшую сторону для «Единой России». Вместо лояльных к власти районов Солнцево и Новопеределкино в округе появился оппозиционный район Драгомилово. Теперь в 14 округе увеличилось число районов старой застройки. Их жители – преимущественно люди старшего возраста с высоким уровнем образования. А этот электорат в Москве традиционно голосует против. Только не за «Единую Россию». Только за «Яблоко» сто раз только за «Яблоко». А я не хочу голосовать. Нету надежды на лучшее в нашей жизни, поэтому воздержусь от голосования. Я больше всего люблю КПРФ и совершенно не приемлю «Единой России». Я не верю. Не верю никому в нашей власти. В предвыборной гонке большое значение имеет возможность влиять на избирателей. В 14 округе это сделать сложно. На территории этого округа практически нет никаких крупных предприятий. Поэтому организовать голосование за «Единую Россию» через предприятия, через руководство этих предприятий, через трудовые коллективы тоже невозможно. По мнению политолога, 14 округ – это единственное место в Москве, где победу может одержать кандидат не от «Единой России». Политики, похоже, это мнение разделяют. О своем желании баллотироваться по 14-му одномандатному округу заявили 11 кандидатов. Расклад основных политических сил повторяет ситуацию четырехлетней давности. От партии «Единая Россия» идет председатель Мосгордумы Владимир Платонов. От КПРФ – глава списка партий, популярный в Москве политик Николай Губенко. Бывший «Яблочник» Илья Яшин в этом году представляет движение «Солидарность». Борьба, скорее всего, развернется именно между этими кандидатами. ЛДПР и «Справедливая Россия» от борьбы в 14-м округе фактически отказались, выдвинув в нем не очень известных кандидатов. ЛДПР делает ставку на свой партийный список. Кандидаты в округах у нее всегда очень слабые, и на них никакой ставки не делается. «Справедливая Россия», видимо, понимает, что 14-й округ – это не ее округ, потому что здесь уже есть давно определившиеся кандидаты. Ситуация в 14-м округе позволяет делать предположения и об интригах внутри партии власти. Считается, что Платонов – фигура уходящая. Много говорят о том, что он уже не будет спикером городской думы, и что существует некая внутренняя борьба. Поэтому действительно интересная интрига в том, что Платонову достался такой сложный округ, вернее, что он стал таким сложным после того, как была проведена перенарезка округов. Оправдает ли 14-й округ надежды оппозиционных кандидатов, покажут результаты голосования. Но эксперты уже сейчас уверены, что это будет возможно только в том случае, если от оппозиции останется один сильный кандидат. Екатерина Кожевникова, Георгий Сарсеков, Никита Токарев, Инфокс.